Девушки отдыхают А сейчас просто расписаться Это что? Паспорта? Расписывайте Женщина, ну, хотелось бы увидеть самого жениха Ай, там не на что смотреть Женщина, ну, мужчина обязан присутствовать Ну, оно вам надо Слушать эти крикки, визги Помогите, спасите Люди, добры Зачем? Простите, а почему вы уверены, что он будет вести себя именно так? Да я знаю Я же не первый раз мужикам в ЗАГС привожу Ай, женщина, ну, по закону мужчина должен присутствовать Ну, это обязательно должен быть хозяин паспорта Это должен быть ваш мужчина Просто присутствовать? Да Добрый вечер Здравствуйте Распишите нас, пожалуйста Шпили-Вилли, на пять вы Слушай, сколько раз я тебе говорил Моя фамилия Пилишвили Ну, какой же вы Пилишвили, если вы за неделю седьмой раз приходите Хорошо, что она глухая, да? Понимаете, просто они все говорят, как одна До свадьбы ни-ни Вот, пожалуйста, расписывайте Ну, у вас уже в паспорте чистых страниц нет Эй, слушай, обложка почти чистая Давай на обложку В этот прекрасный день Два голубка связали свои узы Если можно, побыстрее Очень хочется В этот прекрасный день два голубка связали... Вот еще быстрее, пожалуйста Вы согласны? Да Вы? Все? Спасибо На завтра запишите шесть церемоний А если повезет, то семь Вау, любимая, пойдем Ай Это что? Ну, вы сказали, мужчина должен присутствовать Вот, мужчина и присутствует А почему он в тележке? Ну, потому что свою судьбу я нашла в супермаркете между Бакалеей и Молочкой И после того, что со мной сделал этот охранник Он просто обязан на мне жениться Простите, а что он мог сделать с вами? Ну, он назвал это обыском А потом зашло все слишком далеко А почему он без сознания? А к нему прилетела стрела Амура Я прям вижу, какая тяжелая стрела у Амура Я надеюсь, он хоть живой? Я тоже на это надеюсь У меня же первая брачная ночь Девушка, давайте, регистрируйте Это мой последний шанс Посмотрите на него Он выглядит как последний шанс Как его зовут? Зовут? Зовут Евгений Хорошо В этот прекрасный день Два голубка связали свои узы Короче Согласны ли вы, Марина, взять в мужья Евгения? А вы до сих пор не поняли? Да Согласен ли вы, Евгений, взять в жены Марину? Женщина, это должен он сказать Он? Да Женщина, это он должен сказать своим голосом Вы на ходу правила придумываете? Это по закону так надо Ах, по закону Жить хочешь? Да Вот Тот день, когда лодка по имени Евгений Столкнулся с айсбергом по имени Марина Еще короче Женщина, ну это стандартная церемония Я поняла, сокращу Кто первый станет нарушник Тот и будет главой в семье Ну давай, хозяин Фамилию менять будете? Сейчас посмотрим О, ну бог и фамилию дал Морозов Фу Меняем на мою Евгений Сисюлькин Да Я за фальмуляром А пока суть до дела Первый танец молодых Где я? Скоро будешь у меня дома Ага Женщина, опять вы? Что со мной? Последнее, что я помню Как я обыскивал вас в магазине Я тоже это надолго запомнил Где я? Мы с тобой в ЗАГСе Мы с тобой расписываемся Начинается новая счастливая жизнь у тебя Что? Что? В супермаркете, когда ты меня обыскивал Я почувствовала Как тебя распирает от чувств Это рация Ну не зли меня, малыш Ну же я видела Как ты пялился на мою грудь Ну Я думал, вы дыни украли Ну за комплимент, конечно, спасибо А вот вечером выберешь Какая тебе больше нравится Или медовая, или колхозница Шенщина, почему вы выбрали именно меня? Ну потому что ты самый смелый Когда запикала эта хрень Все охранники развернулись А один ты не побоялся И смело шагнул мне навстречу Да я первый день на работе Захотелось выслужиться А где мои наручники? Вот Ночью будет сюрприз Какой ночью? Я на работу Сиди, я тебе сказала Окей Женщина, отпустите меня, пожалуйста Ну зачем я вам такой нужен? Вон сколько красивых здоровых мужиков Э, нет Лучше стениться в руке, чем журавль в небе А в моем случае подойдет и дятел в тележке Ну я нестабилен Я буду вам изменять Это последнее, что ты задумаешь сделать Ну поймите Насильно мил не будешь Бью, значит люблю И любить буду Ну пожалуйста На свадьбе На свадьбе должны быть свидетели А их нет Их нет Ты еще пять минут повыпендриваешься И тебе понадобятся понятые Понял? Что, голубки Варкуете, да? Ну что, договорились? Да Нет Не договорились Я отказываюсь выходить замуж за эту женщину Правильно говорить Жениться Я знаю, как правильно говорить И я отвечаю Нет Я не согласен Девочка, скажите А вы справки о смерти тоже выдаете? Ах так? В таком случае я буду вынужден применить оружие Ты думаешь, я испугалась твоей вот этой щекоталки? Вы сами напросили Ну давай Это мощная штука Давай Ну все Боже, какой дурачок Я аж хотел официально Красиво По закону Господи Вы представляете Ой Ну ничего Придется жить Во грехе Ну что, девчонки Переоделись Занятие готовы? Готовы Скажите, у вас есть кимоно в обтяжку? И на три размера больше Так, ладно Давайте На первом занятии в своем Но так каблуки снимите Ага Сейчас Знаю вас, мужиков Сначала каблуки с ними Потом все остальное с ними Потом Опа И я беременна Вот Мы от таких козлов пришли защищаться Эээ Ты за себя говори Защищается она Так, хорошо Оставайтесь в обуви Давайте определим Зачем вы пришли на курсы Самообороны У меня очень страшный двор И каждый день Ко мне кто-то пристает Каждый день пристают? А можно я тебя буду провожать? Женщина, помолчите Станьте на место А вы зачем пришли? У меня шеф на работе Всех баба приходовал Я одна крепость осталась Прям всех А вам бухгалтер не нужен? Мне даже зарплату платить не надо Женщина, станьте на место Я вот не понимаю Вы зачем пришли на курсы Женской самообороны Не зачем, а за кем После ваших курсов Моя подруга замуж вышла Понятно Давайте разберем типичный случай Вы идете по парку На вас напал маньяк Во сколько? Какая разница? Вечером Есть разница А в каком парке? Ну, в Шевченковском Я там была Их там нет Ну, в Голосеевском О, точно Там они есть Там мой шеф живет О, я пошла Я пошла Женщина, вы куда? А мы до вечера управимся Управимся Тогда я возвращаюсь Итак, что вы сделаете Когда повстречаете маньяка? Поблагодарю небеса Вообще-то я не вас спрашивал А, меня Апперкот И не вас Вот вы что сделаете? Я буду кричать Типичная ошибка Обычно это заводит маньяка еще больше Тогда я позову на помощь Ночью в парке? Кто вас услышит? Тогда я попробую его ударить Да, это здоровенный и сильный мужичара Как его зовут? Не важно Все, он схватил вас за горло И начал душить На ее месте должна быть Я душу меня Станьте на место, женщина Да шо ж такое А вы вернитесь Так, вас душит маньяк Ну давайте, попробуйте меня ударить Ну Да я не вас просила, а ее А меня? Скажите, а уже можно все делать, что хотят Нет, 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 нет Пока просто запоминайте Для самообороны подойдут любые подручные средства Например, палка Да? Ну тогда идите сюда Идите, идите Давайте, душите меня Ну, давай Давайте А что вы делаете? Ой, ну вы же сами сказали, что нужна палка Это селфи-палка Я фотографируюсь, отправляю в инстаграм, отмечаю, полиция не приезжает и спасает меня Знаете, пока приедет полиция, вас уже четыре раза изнасилуют Четыре раза? А где ты такую палку взяла? Станьте на место, и вы тоже Давайте с вами Кто-то без рук и без ног Запоминайте Для самообороны подают любые средства из женской сумочки Ключи, заколки, импровизи... Ай! Что это за хрень? Газовый баллончик Нельзя использовать газ, это еще больше разозлит маньяка Тогда вот это? Ты шо сдурела? Так до меня очередь не дойдет Мужчина, можно я вас поцелую, а? Мужчина, мужчина... Что ж такое, а? Так, мне кажется, хватит теорий Давайте перейдем к практике Сейчас я вас познакомлю с нашим профессиональным серийным маньяком Декстер, прошу! Вот наш... Вот он наш серийный маньячелло Серийный? А так на одноразового похож Да вы его в деле не видели Будьте предельно осторожны Сейчас вы по очереди будете с ним бороться Ща моя очередь, тихо Хорошо Я понял До свидания Стоять! У нас контракт Мне столько не платят Если дело в деньгах, я тебе доплачу Так, стойте Не в деньгах Так, все, начинаем Итак, маньяк Нападает на жертву Поехали Я не могу Почему? Я не застрахован Это все не по-настоящему Да? Тогда верните деньги за занятия Женщина, для вас все сделаем по-настоящему Ну давайте, маньяк нападает на жертву Что сложного? Поехали! А можно она будет маньяком? Нет, вы Все, идите Куда вы пошли? Мы сами сказали, все, идите Нет, идите к жертве Вот, бедная беззащитная жертва Идет по парку Сзади Крадет Крадется Злой агрессивный маньяк Женщина, что вы делаете? Жду маньяка Чего вы ждете? Я должна понять его намерение Вот намерение у него очень серьезное Очень, я сказал, серьезное Намерение Очень серьезное Что вы делаете? Прикидываюсь мертвым Я так однажды от медведя спал Может я первая нападу, а? Не надо Я не понимаю Почему вы не нападаете? Я не сумасшедший Как раз наоборот Маньяк это душевно больной человек Но он же не бессмертный Мальчики, побыстрее Я уже завелась, но Скажите, а у маньяка может быть нож? Вот действительно У маньяка на самом деле может быть нож Держите У меня хоть шансы появляются Кстати, я сейчас покажу приемчик Как использовать нож против маньяка Скажите, пожалуйста А можно, можно не с ней драться А хотя бы вон с той маленькой Ну, давайте с маленькой Э, а я? Женщина, а потом сразу вы Ну, пусть наш злобный маньяк Наберется смелости Давайте Ну, нападайте уже Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну вот эта длинная, она не дерется? Белая, она вообще не понимает, что тут происходит. Идите сюда, идите сюда. Вы идете по темной подворотне. Сзади, я надеюсь, наконец-то подкрадывается манечела. А вы точно драться не будете? А? Ага. Ага. Так. Попалась. Ага, попался. Женщина, что вы делаете? А я иду по переулку этому и смотрю, маньяк ничейный. Так, отпустите, не надо душить нашего маньяка. Все, все. Не надо. Правильно, шокером его... Да что за бардак происходит? Все, занятие окончено. Дома закрепите пройденный материал. Отлично. Тогда я пособие забираю с собой. Папа, мам, познакомьтесь, это Антон. Мы с ним решили пожениться. Отец, радость-то какая. Поздравляю в добрый путь. Ты что, вот так вот просто отдашь любимую единственную дочь замуж? А что? Твой отец тебя сам мне привез. Я вообще тогда с другой бабой жил. Что? Что, что, неважно. Вика, тебе что, не хочется пожить в свое удовольствие? Давай сейчас избавимся от них побыстрее и заживем. Радость-то какая. Ой, поздравляю. Приданая. Поклон. Благословление. Поцелуй. Добрый путь. Драка будет на свадьбе. Никон, дай хоть с людьми познакомиться поближе. Присаживайтесь. Антоша, расскажите, где вы работаете? А Антоша у нас учится на доктора. О, а не на психиатра случайно, а то и ее маме как раз нужно. Моя мама здорова. Он учится на хирурга. Ой, как интересно. А на что вы жить собираетесь? У Антоши у меня есть стипендия. О, мать, можешь увольняться. Теперь дети содержать будут. Скажите, а где вы будете жить? Тут. Тыц-пердыц. Каких это делов? Алло. Антошину родители предложили нам подарить квартиру, но Антоша отказался. Сказал, что всего в этой жизни хочет добиваться сам. Какой благородный дебил. А я ему еще пританы отдал. Папа посудил. Нет. Расскажите, Антоша, о себе. Чем вы занимаетесь? Антоша увлекается банджи-джампингом, и он битбоксер. Ну что, узнала? Ну что ж, давайте поговорим о свадьбе. Да, сколько гостей планируете? Полпотока обещала прийти, поэтому мы хотим у вас денег взять. А, это все вопросы к папе. Тыц-пердыц. Че это к папе? У кого родители банкиры? Алло. Кредит-то надо брать в банке, а не в школе или в пивной. Я вам постелила, и еще там кое-что положила. Мама. Не шумите громко, чтобы не разбудить нашу бабушку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Начинаешь. Мамулечка, привет. Да, че? Че за паника у вас тут? Сегодня у нас праздник. Внучку вашу замуж выдаем. Так что вы теперь можете из своего коридора переезжать... В свою комнату? На балкон. Ой, радость-то какая. И совпадушка какая-то. Меня ж тоже замуж позвали. Отец, слышал, радость-то какая. Вы решили в один день себе тут шибануться, да? Заходи, Антон Семенович. Здравствуйте. Здрасте. Вот у вас товар, у нас купец. О чем вы говорите? Мы вам этот товар просроченный. Без всяких торгов от дадим. Бесплатно, по пенсионному. А вы, мамаша, ай, молодец. Все правильно. Засиделись вы в девках. Засиделись. Хотелось бы получше узнать, Клавдию Петровну. Может, присядевай. Да, присядевай. А че садиться? У меня тут все в этой папочке. Тут ее эти флюорограммы, анализы. Да, Егор, ну перестань. Мамулечка, а не поздно замуж? Все-таки 70. Ой, доченька, любви все возрасты, попкорн. А вам сколько? А? Я говорю, как давно чернозем топчешь? Анатолий Семеновичу 91. Че, решил по малолеткам прошвырнуться, да? Красавчик. Чего? Я говорю, освободитель вы наш. А расскажите, как вы познакомились? Ой. Я представляю эту увлекательную историю про ЖЭК или САБЕС. Может, как-то по-другому. Мы познакомились в ЖЭКе, когда шли из САБЕСа. Ой, дочка. А как он за мной ухаживал? Неужто лучше, чем санитары в больнице? Заводит меня, значит, в аптеку и говорит, выбирай, че хочешь. Вот это ЖЭС. Настоящий мужик. И шо же вы выбрали? Глюконат натрия или гематоген? В отличие от некоторых, нам Виагру покупать не надо. У меня протез. Вот. Мы бы присмотрелись друг к дружке. А мы уже присмотрелись. Мы друг к другу давление меряем. Иногда совпадает. Смотри, какая любовь. Да. Первый раз вижу синхронизированный тремор. Егор. А когда ж свадьба? Ну, я так понимаю, вы уже изнемогаете прямо от нетерпения. Надо денег подсобрать. Ага. Зачем? Мамаша наша отложила. Конечно, не на свадьбу, но тоже на торжественное мероприятие. Егор. И, кстати, платье у нее есть новое, ненадеванное. Ну, перестань. А вы, кстати, уже решили, где первую брачную ночь будете отбывать? Я считаю, что лучше всего в 10-й городской. Там отличная реанимация. Ну, перестань, Игорь. А что со свадебным путешествием? Я считаю, нужно сразу ехать трусковец, потом свалява, потом морщин. Это ж знаменитое золотое почечное кольцо. Мамульчка, а что вам подарить на свадьбу? Может быть, что-то из бытовой техники? Ой. Дефибриллятор подойдет? Я вообще по утрам бегаю и водой холодной обливаюсь. Да, с такой коммуналкой мы все скоро так будем делать. Слушайте, мамаша, погодите. Так у вас же хахаль есть с 9-го этажа. Тихо ты, тихо. А вот ты он. Вот это сейчас махач будет. Вот это рубилово. Я представляю сейчас. Море крови. Море крови. Вот это разгон взял. А! Не дождалась меня, да? Да тебя пока с 9-го этажа дождешься. Три раза замуж выйдешь. А! Молодого себе нашла, да? Ну ничего. Я подожду, пока он крякнет. Ха, ха, ха. Ха, отпусти. Давайте поговорим про свадьбу. Вы сколько гостей планируете? Родственники, одноклассники? Родители, дедушки, бабушки. Хе, 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 хе. Хе, 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 хе. Нет, только дети и внуки будут. Ну это по-божески, это мы потянем. Всего человек 130. Хрена себе плодовитый дедуля. Я же это, конкурс придумал вам классный на свадьбу. Вот так вот в конце подружки ваши все становятся, вы вот так спиной к ним поворачиваетесь и кидаете им венок. Ну тот, что от друзей. Вот так вот кидаете. И кто поймал, тот и следующий. А расскажите, где вы собираетесь жить? Ну как здесь? Здесь. Это же моя квартира. Тыцпердыц. Первое время, пока на ноги станем. Это что, навсегда что ли? Я считаю, это в корне неправильно. Молодая семья должна жить отдельно. Я, кстати, знаю неплохое местечко здесь рядом. Соседи небуйные, территория огорожена, лавочки везде. И главное, тишина гробовая. Егор, как тебе не стыдно? Мне стыдно. Вот кому должно быть стыдно. Посмотри на нее. Привела еще один открытый рот в этот муравейник. Егор. А этот, смотри, уже пристроил свой памперс на мою мебель. Что? Что? Давай, девушка, я тебя сейчас, знаешь... Я тебя сейчас в окно... Что? Ой! Встань! Ой, только не надо вот этих вот пенсионных понтов. Ой, да тише, тише. Это он, это у него бывает. Это он из-за стройки переживает. Кого еще стройки? Ты что, до сих пор коммунизм строишь? Да он пентхаус нам построил. Их, до свадьбы не успевает просто ремонт сделать. Волнуется. Подожди, подожди, подожди. Пентхаус? Пентхаус. Что, дедуля при бабле? Да. Дедок, да мы еще повоюем. Хочешь, я тебе искусственное дыхание? Яна, позови... Ты его отвечаешь башкой, что-то хреново его. Так все, никто никуда не расходится, я сейчас выехал. Дед, дедушка, да пройдет это... Вот такая быстрая выездная церемония. Начинайте. Это... В этот радостный день. Быстрее, потому что этот радостный день превратится в грустный. Согласны ли вы, Анатолий Семенович, взять с жены Клавдию Петровну? Секундочку. Согласен. Согласны ли вы, Клавдия Петровна? Да что, по ее роже не видно. А есть ли среди гостей люди, которые знают, что наша пара не может быть вместе? Я пристрелю его на месте. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю! Радость какая! И этот первый танец невесты. И того, кто ее содержал до жениха. Основенует начало новой жизни. Ой. Горька! Ну что, дедуля, я же сказала, что с этим лохом все проканает. Да-да-да. Неси меня в нашу законное ложе. Женя, а как тебе имя Настя? Для девочки нормально, а для мальчика не очень. Ты что, меня не слушаешь? Тебе что, пофиг? Пофиг тоже нормальное имя. Для мальчика лучше Рафик. Рафик Евгеньевич. Звучи. Как ты можешь спать, если мне нужно поговорить? Женя. Женя, простите, не спройся. Что случилось? Что? Ты уже думал, кем он будет? И чем он будет заниматься, когда вырастет? Вика, мы живем в Украине. Я не знаю, чем я завтра буду заниматься. А ты уже машину переобул? Еще нет, а что? Так захотелось понюхать покрышку или бензин. Ну, давай только в этот раз определимся. Что ты хочешь понюхать? Чтоб не было, как в прошлый раз. Мы оббегали с тобой все гаражи, а тебе захотелось понюхать кота. Ты меня не любишь. Начинается. Что начинается? Что начинается? Ничего. Что ты хочешь? Я хочу кушать. Иди покушай. То, чего я хочу, у нас нет. А чего ты хочешь? Я хочу булочку. У нас есть булочка. С известью? Это не я хочу, это мы хотим. У нас есть булочка с кунжутом. Ну, хорошо, принеси булочку с кунжутом. Сходи сама. Вообще-то мне тяжело. Ну, ты же в туалет встаешь. А я экономлю силы. Хорошо. Какой у нас папа хороший. Он нам сейчас булочку принесет, да? Да, принесет. Да, принесет. А тарелочку? Или я в крошках спать буду? Какой у нас папа хороший. Он нам сейчас тарелочку принесет, да? Да. Перехотелось. Ой. Ой. А ты куда, дорогая? В туалет. А ты не могла сразу булочку взять? С тарелочкой. Женя! А? Женя! Что случилось? А принеси мне сюда булочку. С тарелочкой. Ой, тебя пока дождешься, черепаха. Я говорю... Что на этот раз? Я хочу булочку без кунжута. А где я тебе посреди ночи возьму булочку без кунжута? В магазине. Ну да. Конечно. В магазине. Ну куда ты собираешься? Все магазины закрыты. А, не, новую с открытой. Хотя там таких нет. А вот в сельпо есть. Ну что ты вздыхаешь? Ладно уже. Лежи, лежи. Не надо мне делать одолжение. Я сама схожу. Посреди ночи. Беременная. Все, все. Мне это надоело. Хорошо. Твоя взяла. Где этот живот? Где он? Вот. Все. Все. Смотри. Вот. Вот. У нас теперь партнерская беременность. Как ты и хотела. Все. Я тоже теперь беременный. Да. Я, я беременный. Я, я беременный. Я, я беременный. Что? Ой. Что случилось? Ой. Что? Ты не поймешь. Ой. Ой, вот так лечь хочется. А нет, вот так ножки вот здесь. А нет, ай, вот так вот. Нет, на бочок, на бочок хочу. Женя, если хочешь на бочок, ложись на бочок. Это не я хочу. Это мы хотим. Кто мы? А, эгоистка. Мама не хотела тебя обидеть. Женя, у тебя там, в отличие от меня, никого нет. Ну, это она так сказала, не созвала. Женя, у тебя там подушка. Не просто подушка, а подушка Евгеньевна. Придурок. Ой, лучше папа придурок, чем никакого. Тук-тук-тук, доченька, хотела пожелать вам спокойной ночи. О-о-о, залетел. Я тебе говорила, не отпускай его в баню с мужиками. Во. Мамочка, это эксперимент такой. Он у вас еще со свадьбы длится, этот эксперимент. Нет, ты не поняла. Женя это одел, чтобы мне не было так тяжело. У меня есть другой эксперимент. Вот, доченька, вот ты сейчас сядешь к нему на шею, да? А сверху я. И тогда он узнает, каково. Когда вы у меня пять лет на шее сидите. Мамулечка, это партнерская беременность. Женя и на родах будет присутствовать. Да. Ну, конечно, на зачатии не присутствовал. Хайп хоть на родах присутствовал. Мама, иди, не мешай. Я пойду. Я пойду. Мать, не уважаю. Что случилось? Может, мне уехать к папе? Или пускай папа к нам приедет. К нам месяц. Зачем? Я один уже не могу. Мне одному тяжело. Ой, ладно, снимай уже. Мама хочет от нас избавиться. Ну ничего, я тебя сам выращу, сам воспитаю. Женя, давай спать. Я кушать хочу. А что ты хочешь? А у нас нету того, чего я хочу. А чего ты хочешь? Я хочу пивасику. Доченька, меня тут афинило. А может быть, он как Киркорова, суррогатная мать? Мама, да нет, Женя сейчас чувствует то же самое, что чувствую я. И что такого чувствует твой Женя? Вы знаете, Марина Францевна, вы когда заходите, я чувствую одно и то же. Я писать хочу. Мама, иди, у тебя боится. Вот правду говорят, зять. Давай спать. Вик, потрогай его, а. Женя, отстань, я спать хочу. Ну, Вик, ну хотя бы погладь. Женя, у тебя там обычный накладной живот. А я не... вот. Ты, придурок! Он, кажется, шевельнулся. Кто? Ну, кто он? Ты идиот! Ладно, давай спать. Какой ночь? Женя! Ага. Кажется, началось. Что, сериал твой? Ну иди смотри. Какой сериал? Я рожаю, слышишь? А, ну иди рожай. А, что? А, как рожаю? Кто рожает? А, что тебе вкусненького? Что тебе делать? Что тебе... Женя, успокойся, я просто рожаю. Марина Францевна! Что? Что ты орешь? Что ты орешь? Она рожает! Она рожает! Так, иди собирай все необходимые вещи. Быстрее, быстрее, быстрее. А ты дыши, глубже дыши, пожалуйста. Дыши, дыши. А, а. А ты мне скажи, ты правда рожаешь или как в прошлый раз? А, ну какой рожаю? Только шестой месяц. Боже, за какого идиота вышла моя дочь? Зато он ответственный. Все необходимое собрал. Можем ехать рожать. Ну вот, сегодня рекорд три минуты. Что? А, что ты ревешь, ты мне объяснял? Слезами горю не поможешь. Выпить есть шо? Ну почему ты решила, что он тебе изменил? Может быть, ты сама себе что-то надумала? Я у него в бардачке женские духи нашла. Ой, ну может, он тебе их купил. Полпузырька? А может, надпил. Моим первым мы как познакомились, так он сразу и тяпнул. А еще на рубашке помада. Ой, ну может быть, кто-нибудь в метро прислонился. И на штанах. Ну, в метро люди иногда падают. И на трусах. Ну, чисто теоретически, в метро было жарко и карлики. Девочки, я у него в кармане лифчик нашла. Ну и шо? Мой второй тоже мои вещи примерял, пока я не застукала его. Это не мой. Ну все, я бы на твоем месте, с ним бы развелась. Ой, ты сначала замуж выйди. На ее месте. Ой, ну как развестись, девочки? Я только недавно тату с его именем набила. Володя. Ой, ну сколько этих Володей есть? И отчество. Да, это, конечно, сужает круг поиска. И фамилию, и дату рождения. Ты должна ему отомстить. Я своему нынешнему шесть раз в отместку изменял. Он что, шесть раз тебе изменял? Нет, шесть один, пока в мою пользу. Девки, у меня тут есть один сайтик, вот я нашла. Как насчет отомстить вот с этим? Ого! А есть фотография лица? Вот зачем ей лицо? Ей что, с лицом мстить, что ли, в конце концов? Девки, вы как хотите, я звоню, все, я звоню. Ой, девочки, мне иногда хочется всех мужиков отправить на необитаемый остров, чтобы ценить нас начали. А мне иногда хочется всех мужиков, а иногда не всех. Это кто? А? Это месть твоя, а заодно и наш подарок. Что? Добрый вечерочек, мадемуазели. Служба доставки удовольствия в любое место. Самца заказывали? Заказывали, Витусик. Ты когда отомстишь, мужичонку-то не выбрасывай. Я с ним бы свой счет увеличила. Женщина, женщина, спокойно, это ошибка. Я всего лишь менеджер. Самец сейчас припаркуется и поднимется. Ой, ну и двор у вас. Негде велик припарковать. Ну, кто меня заказывал? Я. Можно я тогда в шлеме останусь? А мстить будет она. А принимать работу буду я. Я тогда и наколенники надену, можно? Ну, как говорится, принимайте жеребца любви. Простите, а это точно жеребец? Просто он больше на пони похож. Жеребец, жеребец. Девочки, я не понимаю, это моя месть мужа или ваша мне? В общем, давайте, дамочки, нескучной вам ночи. Через час вернусь. Ну, вы тут, я так думаю, располагайтесь, переодевайтесь, а нам с Яночкой пора. Да, девочки, не надо, пожалуйста, не надо, я не могу. Вика, держись. Он профессионал. Еще и тапочки взял. Перед тем, как мы начнем, у меня к вам будет несколько вопросов. Вы кричать планируете? Я вообще думала, это от вас зависит. А обычно кричат? Ну, если у меня не получается, то очень. Скажите, а вы спину царапать будете? Я не знаю, а что. Я на всякий случай перекись взял. Так, вы к финишу любите приходить первый или второй? Да с вами хотя бы просто прийти. А как я пойму, что вы уже это все? Я не знаю, я по матрасу постучу. Хорошо. А то, что я уже все, вы сразу поймете. Как? Понятно. Ну, раз у нас все есть, то... Ой, вы знаете, я, кажется, средство защиты забыла. Без этого по инструкции нельзя. А, ну, нельзя так нельзя. До свидания. Извините, пожалуйста. Что бы вы без меня делали? Смотри. Вот это лишнее. Вот это. Ну, раз у нас все есть, то предлагаю начать. Как говорится, раньше начнем раньше. Не могу я. Что случилось? Что такое? Вы какой-то... Не такой. Никакой. А вы глаза закройте. Знаете, многим женщинам помогает. Видите, вы не против, если я вас обниму? Делайте, что хотите. Что? Уже все? Нет, нет. У меня просто тут операция была недавно. Шрам болит. Давайте местами с вами обменяемся. Давайте с чего-то начнем. Ну, например, вы мне историю смешную расскажете, а? А, да, да, да. Историю смешную. Я на выборах за Лешка голосовал. Может, лучше анекдот? История смешнее. Да комплимент вы какой-то можете мне сказать? Да, 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 да. Да, комплимент. У вас нос такой нормальный. И уши никак у слона. Я прям завожусь. Да, правда? Нет, не правда. А давайте я вам массаж сделаю эротический. Давайте хотя бы так. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Это эротический? Извините. Рельсы, рельсы, шпалы. Давайте без слов лучше, да? Давайте. Ой, у вас такие мышцы жесткие. Ай, я, кажется, палец вывихнул. Идите домой, а? Нет, подождите, подождите. Дайте мне последний шанс. Вот у меня реквизит есть. Вы знаете, женщинам нравится. Сейчас. Правильно. Лучше без палочки, да? Размешайте. Та-ра-ра, та-та-там. Та-ра-ра, та-та-там. Та-ра, та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что? Зажало? Перекись. Перекись. Сутья по крикам вы уже закончили! Поздравляем! Марина, между нами ничего не было и быть ничего не может. Девочки, ну не могу я так. Не мое это. Тогда это мое. Значит так, бери рельсы, шпалы, перекись и пошли прижигать у плечи. Поздравляем! Саша! Сашенька, подойди ко мне, пожалуйста. Ян, ну не сейчас. Я сказала быстро. Яна, там уникальный момент. Кировоградская зирка обыгрывает Барселону в финале Лиги Чемпионов. Я ее до финала два года тянул. Саша, сейчас будет уникальный момент, когда я разобью тебе твою приставку, которую сама же подарила. Давай, помоги мне собрать сумочку, у меня ногти накрашенные. Откуда я знаю, что туда ложить? Саша, я тебе буду говорить. А куда это ты намылилась? В командировку. Я тебя предупреждала. А если я тебя не пущу? А если ты меня не пустишь, я никуда не поеду, тебе придется продать свою приставку, устроиться на работу и стать кормильцем в семье. Че сразу угрыжать? Че сразу угрыжать? Спросить нельзя. Давай быстрее, я опаздываю. Прям как перед сексом. Яночка, а зачем тебе столько полотенец? Одно для рук, второе для ног, третье для тела. Ян, для твоего тела подойдет одно для рук. Саша, и положи мне, пожалуйста, это, платье вечернее в самый низ. Квест начался с самого сложного задания. Саша, оно на плечиках висит. А, на плечиках? Блин, помогла. Да, и найди мне шесть невидимок. Как же я тебе их найду? Они же невидимые. Саша, шутка старая. Шутка старая. Проблема-то свежая. Белье, белье положи. Белье? Ты же его вроде в химчистку хотела сдать. Саша, нижнее. А, нижнее? Ну да, снизу вроде посвежее. Слышь, а че сейчас в поездах постели не дают? Саша, просто трусики и лифчик Виктории Сикрет. Чей? Я не понял, ты что, за какой-то Викой донашиваешь? Саша, это бренд такой, сексуальное белье. Ничего себе. А че это я только сейчас узнаю, что у тебя есть сексуальное белье? Да потому что зирка два года шла к финалу. А где оно? На отдельной полочке. Хо, значит, мои труселя вместе с носками, ремнями и галстуками в коммуналке тиснятся. А у какой-то Виктории отдельная полочка. О, слышь, я походу твою немедимку нашел. Саша, да, это именно они. Положи мне, пожалуйста, их. Нет. Я лучше труселя поищу. Потому что если ты в этой веревочке от Виктории поедешь, ты себе все секреты застудишь. Саша, просто положи их. Мне в них удобно. О, тебе в них удобно. А обо мне кто подумал? Нет. Вот с этими и я себя комфортно буду чувствовать. Саша, сумочку красную. Сумочку красную. Ой, ё-моё. Так. Это задача со звездочкой. Слышь, Яна, подойди сюда. Саш, ну в чем проблема? Я не понимаю. Ну красная сумочка. Саша. Ты даже не представляешь, какая тут проблема. Саш, ты чё, дальтоник? Да я вот уже сомневаюсь. Слушай, а у тебя есть сумочка другого цвета? Саш, конечно же есть. И какого? Светло-красная, темно-красная, красоватая, кровавая, бордо. А тебе нужна именно красная? Да. А, и под красное платье. А, под платье. Фу. Так, нормально. Ах, вот чем мы приумолкли, да? Саш, красная сумка. Яна, где здесь красная сумка? Саш, ты чё, вообще слепой? Тут нет красной сумки. Кусок идиота. Вот красная сумка. Окей. Да, и лак мне ещё положи. Какой? Только не красный, только не красный, только не красный. Жёлтый! Только не светло-жёлтый. А, короче, там разберётся. Сашенька, и духи положи. А какие духи? У тебя их столько, что можно ванну набрать. Те, которые ты мне подарил. Так, квест продолжается. А, Януська, а на какой праздник? Саш, ты мне всего один флакон дарил. Они чё, размножаются. А ладно, короче. Там им с лаком не скучно будет. И, Сашенька, ресфедер. Ресфедер. Правильно говорить, перфоратор. Нахрена мне и надо, непонятно. Саш, и положи мне ещё туфельки на шпильки, туфельки без шпильки, туфельки на платформе, сланцы, аги и сникерсы. Да. Только последняя, понял. Всё, такси уже внизу. Так, положи мне ещё реглан. Реглан, реглан. Саш, это пулловер, реглан. Ага, понял. Вот. Саша, это ридикюль, реглан. Это торшер, реглан. Блин. Саша, ты что, реглан? Яна, короче, если ты такая умная, сама собирайся. Всё. Этого будет достаточно. Остальное там докуплю. Всё, поехала я, помощничек. Пока. Сникерсы не забудь одеть.